Да! Ректора издательства «Ократкое» и Татьяна Коршунова, художник-дизайнер издательства «Ократкое». Евгений, Татьяна, здравствуйте! Добрый день! Здравствуйте! Про нашу встречу можно смело сказать с корабля на бал. Потому что вчера, ну даже сегодня, наверное, ночью, да, вы приехали с крупнейшего литературного фестиваля страны. И это был ежегодный девятый книжный фестиваль «Красная площадь» в Москве. А сегодня вы у нас. Как все там организовано и происходит на фестивале? Ну, организация уже, можно сказать, устоялась за 9 лет. И даты в привязке к 6 июня – это день рождения Пушкина и день русского языка. Вот в этом смысле все традиционно. Даже павильоны, которые были смонтированы, разработаны к первому фестивалю, они практически не меняются. Те же 4 сегмента – художественная литература, нон-фикшн, детская литература и два павильона отведены для регионов. Вот в этом году было 56 регионов. И мы представляли, естественно, Кировскую область. Одни из 56. Правда, не каждый год везет с погодой. В этом году пара дней были очень дождливые. Один день нас просто чуть не смыло. Но любителей книг ничего не может испугать. И уже когда дождик стал ослабевать, люди потянулись снова на Красную площадь и к нам на стенд. С какими книгами вы ездили? Какие книги вы представляли? Наверное, надо сказать, что у нас каждый год какие-то новинки, естественно, появляются. Вот за прошлый год как-то мы очень кучно поработали с художниками. Сегодня у нас вышло несколько альбомов по искусству с несколькими художниками, в том числе с нашим вятским заслуженным художником Дмитрием Сенниковым. Два издания мы подготовили с художественным музеем имени Васнецовых. Но помимо новинок мы, конечно, возим и книги, которые у нас ежегодно пользуются популярностью. Вот мы некоторые из них с собой взяли. Ну и две книги из новинок мы презентовали. Там на Красной площади павильон для презентации находится в 15 метрах от Мавзолея Ленина. То есть вот прямо можно практически рукой дотянуться до Мавзолея. Это, конечно, необычное ощущение. Все презентации снимаются на видео, транслируются в прямом эфире. Потом записи выкладываются на портале фестиваля. И для авторов и всех, кто причастен к выходу презентуемых книг, это, конечно, незабываемое событие. Какие книги? Давайте нашим слушателям расскажем, какие книги были. Ну, из новинок. Это «Кукольные истории». Да, это вот проект совместный с Инной Валикжаниной и Центром познания «Кукольные истории». Ну вот я только книжку принес, но на самом деле это целый сундучок. Да, рекомендованный возраст этой книги без возрастных ограничений. Да, без возрастных ограничений. Вот, книга доступна в наборе вместе с куклой. «Кукольные истории» — это все, что связано с куклами и как в них играть, если коротко. Ну, я видела, что Инна тоже приезжала в Москву. Да, да, да. Да, она была в Москве, и мы презентацию провели. Вторая книга — это проза для подростков «12 плюс». Автор, известный музыкант вятско-питерский Алексей Вайнер. Кстати, прототипами книги являются известные вятские музыканты и бизнесмены, в том числе Евгений Рычков, основатель Инмедиа. Книга называется «Боссмен» с небздящего. Для вятского уха это, в общем-то, привычное слово, да. Ну, кстати, достаточно большой популярностью пользовалась книжка. То есть цепляет и оформление. Сам Алексей нарисовал рисунки для этой книги и обложку оформил. Вот. И когда углубляются, читают аннотацию, листают книгу, в общем, она привлекает внимание. Вот такие две презентации мы провели. Но из наших хитов мы принесли книгу «Сказок на вятском диалекте. Вятское далеко». Это целый подарочный набор. Книга, оформленная Татьяной. Вот сказки «Игра в вятские слова» и аудиодиск. Да, автор Тамара Копани. Да, 6+. И я знаю, что как раз Татьяна была инициатором этого проекта. То есть я встретилась с Тамарой Александровной. Мы с ней уже до этого сделали две книги, даже три. И пришла с идеей, что я хочу вятские сказки на вятском диалекте. А кто у нас лучше всех это знает? Только Тамара Александровна. Самое интересное, я знаю, что там была дискуссионная площадка, связанная с электронными носителями и печатными. Но мне кажется, нет этой конкуренции. Знаете, вот лет 10 назад только ленивый не говорил, что бумажная книга вот-вот умрет, будет электронная, она все заполонит. Прошло 10 лет, электронная книга не только перестала практически расти, сегмент электронной книги, но и даже упала. Люди предпочитают все-таки читать бумажную книгу. Молодежи очень много на Красной площади. То есть когда говорят, что молодые люди не читают, ну, может быть, они читают что-то другое, но книгу продолжают тоже читать. Они читают и электронную, и печатную. И бумажную. То есть они просто умеют совмещать в нужном месте, в нужную книгу. И слушать. И аудио. То есть смерть бумажной книги очень сильно преувеличена, скажем так, что нас не может не радовать. У нас есть традиция. В завершение программы вопрос следующему гостю задает тот, кто был в прошлый раз. Вопрос от Артема Скобелкина звучал так. Давайте представим, что вы написали обалденную книгу. Кому вы подарите этот экземпляр? Себе в первую очередь. Если это единственный экземпляр. Он будет у меня в библиотеке, в коллекции. А потом уже пойду тираж издавать. Ну, в принципе, всегда так и бывает. Сигнальный экземпляр. Это макет. Он действительно ценен. А теперь ваши вопросы следующему гостю. Какую книгу вы бы порекомендовали радиослушателям в обязательном порядке прочитать из тех, что вы прочитали в последнее время? Какой художник и иллюстратор нашего города действительно получил мировое признание? Да. Получил мировое призвание. Признание. Да, признание. Кто? Хорошо. Спасибо большое. Сегодня мы поговорили о впечатлениях от поездки на крупнейший книжный фестиваль в Москве. Читающему человеку не одиноко. Ему всегда интересно с героями произведений. И он лучше начинает понимать мир и окружающих его людей. И, возможно, у каждого читающего человека есть книги, которые сформировали его мир. С вами были Ксения Шамова, Евгений Дрогов, Татьяна Коршунова в программе «Да». Всего доброго. До свидания. Читайте хорошие книги. Да.